Простить волю Божию людям. Что ожидает их за этот Содом и Гоморру? Сказать, что Иисус умер и воскрес и ждет с покаянием людей. А как вас зовут? Вам это какое значение имеет? Никакого. Просто не знаете, что сказать. Я Лапкин Игнатий Тихонович, Алтайский край, город Барнаул. Мне 81-й год. Что изменилось? Вот вы узнали. А время-то ушло, пока я говорил это. Мы постаны сюда, как врачи, к больным людям со Словом Божьим. Понимаете, вот вам что не скажи, вы сразу раз отключаетесь и пали. Вот вы даже сами скажите, зачем вы красите там брови, глаза, ногти? Зачем? Это Божья картина. Бог сотворил человека. Ты его не улучшишь, только хуже сделаешь. Вы же картину Рембрандта Рапаэля Репина не будете подправлять с кисточкой. А это картина Божья. Такая красота. Глаза, брови, все, все исказили. Думает, что понравится. После брачной ночи помылась в ванне. Выходит, а он говорит, а вы кто такая, откуда взялись? Он ее не узнал даже. Согласен с вами. Почему? Ян Затауз говорит, зачем женщина красится? Он говорит, если Бог не дал красоты, на полтинник ее не купишь. А Ефрем Сирин говорит, чтобы завлечь чужого самса. Завлечь. А дальше-то жить надо? А как жить-то с ним? Он тебя сразу определил, что цена твоя копейка. А почему вот парни избивают девочек? Знаете, у вас плохо. Микрофон там сейчас слышно плохо. Почему парни избивают девочек? Почему мы здесь? Парни избивают девушек. Какие-то слова непонятные. У вас как-то то ли с микрофоном, то ли еще, или я плохо слышу. Почему парни избивают девушек? Пасху в разное время празднуют или что? Да. Ну, потому что она прошла по лунному календарю, а сейчас григорианский стиль. Это разница. Поэтому они не совпадения. Тогда было полнолуние. Нужно дождаться равноденствия 22 марта, потом первая луна, потом первое воскресенье. Да еще и тут одно условие. Христа распяли в пятницу, до воскресенья еще был день. Если новолуния будет в воскресенье, надо продлить еще в следующий. То есть поздняя Пасха будет. Это трудно переходить. Допустим, килограммы на фунты, рубли на доллары, не равная единица будет, метры на мили. А это временное измерение, так. Вот если вы желаете больше узнать, можете зайти на наш видеоканал. Он самый большой в интернете. Как он называется? Называется «Во свете Библии». Вот я вам Библию показал. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. Хорошо. Спасибо. А вы посмотрите сначала. Можете сейчас открыть сразу. Я вам отвечу на вопросы потом. Не торопитесь уходить. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это самый большой видеоканал во всем интернете. 20 тысяч 430 роликов наших. Общий просмотр 46 миллионов. Мы строим православную деревню. Одна на всю Россию. Где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. Вы увидите там, какие у нас юноши, какие девушки, как одеваются. Без платка никогда не ходят. Два платка – красота смотреть на неё. У нас многие учатся, которые в университете, всё с красными дипломами. И вот вы когда увидите, ну тогда можете оценить. А если желаете побеседовать ещё по скайпу. Скайп такая система есть. Ну, как в виде домофона или как. И там зарядите Игнатий Лапкин. Два слова. И вы на меня сразу выйдете. Я вас приму в друзья и скину свои ресурсы. Вас как звать-то? Оля. Оля? Да. Так, минуточку. Сейчас я посмотрю. Церковный календарь. Что ваше имя, как переводится? Что-то я давно это имя не встречал тут. Халамена Ольга. А, в крещении Елена. Княгиня российская. Не знаю, это славянское имя. Удивительно. Перевода не даёт. Ну, в Википедии можно посмотреть. Славянских имён совсем мало. Это бывает скандинавские. У нас большинство имен это еврейские. Греческие. Вот вы знаете, Михаил. Переводится «никто, как Бог». Три слова. А если Илья, то «Бог моя крепость». Бог моя крепость, за которой скрываться можно. Вот «я» Игнатия означает «неизвестный», «неведомый» из греческого. А с латинского «огненный» видите, как интересно. Ну так, Оленька, мы расстаёмся, если вопросов нет. А можно спросить, а почему вот парни избивают девушек? Ещё раз, поближе к микрофону. А парни избивают девушек. Парни бывают верующие? Парни избивают девушек. Слово называют или вызывают? Непонятное слово. Парни просто избивают девушек. Это почему? До конца так и не понял. Ну, если я верующий, я проповедую Слово Божие, говорю. А как, парни, бывают некоторые верующие, отступники? Я могу всесторонне объяснить. Я много лет вёл занятия в университетах. У меня вышло 38 томов книг. Так. Тут что-то закрылось. У меня на ноге синяк. Так. Вы меня смущаете. Так, вопросом повторите ещё раз, если какой. У меня есть синяк. У вас прерывается, понимаете? Говорит его так, то ли микрофон плохой, то ли интернет мешает. Да. Это интернет. А? Меня парень избил. Вот сейчас так охота ответить, и не знаешь, на что отвечать. А ну-ка, попробуйте напечатать. Одно слово не понимаю, и уже не знаешь, что ответить. А может, он для вас важный такой вопрос. Написано, введите сюда текст. И нажмите Enter. Введите сюда, чтобы возместить людям о великой радости. Которые Господь нам возвещает через слово своё. Что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес. И всех зовёт к покаянию. И получит человек по благодати, не по закону. Прощение грехов. Вот если у вас есть какие-то вопросы, касающиеся души, вечности, страны, государства, то можете задать. Да, возвестить волю Божию. Что людей ожидает в этом Содоме. И о великой радости, которую Господь возвещает. Что Иисус умер за грехи людей распятый. И в третий день воскрес и вознёсся. И ныне призывает всех к покаянию. Он может простить любой грех. Но только обещай, никогда прежде не делать, и исполни обещанное. Вот если вас вопрос этот трогает, что человек умирает, в этом же нельзя сомневаться. Где мы будем после смерти? В аду или в раю? Выбор-то небольшой. Евангелие Марка написано так. Кто будет веровать и креститься, спасён будет. Кто не будет веровать, осуждён будет. Вы пока не курите, пока разговариваем, страшно смотреть. Через эту зимовую завесу вы ничего не поймёте. Отложите пока эту глупость, и мы поговорим. Давайте поговорим. Если вас интересует будущность страны, государства, души своей, вы можете зайти на наш YouTube-канал. Он самый большой, объёмный во всём интернете. Называется «Во свете Библия». Игнатий Лапкин, это я. 20 тысяч 430 роликов у нас. У меня больше. Больше не бывает. Даже 10 тысяч нигде нету. Сейчас не курите пока. Это ингредиатор. Ну, я знаю, знаю. Это наркотик. Самый настоящий наркотик. И вы от него уже не можете. Вот я говорю, прошу, ради встречи. Я специально пришёл к вам. И вы всё равно, это дым больше. А я, это зависимость. Делающий грех, есть раб греха. Если Сын освободит Христос, свободны будете. Даже от этой маленькой глупости уже отстать не можете. Видишь, каждую минуту надо в мозги запускать этот дым. Это дьявол любит разложение материи. Вам разве не интересно знать, что в стране погибло 31 тысяча сёл? И мы первые восстановили его с нуля. И стали православными ещё раньше. Человек у нас не лжёт доказать. Не курит, не пьёт, не матерится, не ворует. Люди как один человек живут. Ни одного аборта, ни одного развода. Молодцы какие. Это непросто. Это всё непросто. Вот я истребил слово «проблема». Не употребляю его никогда. Оно заменённое. Нерешённый вопрос. Его сразу начинаем решать. Вот дети, беспризорность. Говорят, три миллиона. Министр внутренних дел Нургалиев сказал. Вот проблема. Я говорю, ничего. Будем делать. Господь позволил мне образовать детский лагерь без помощи государства. И тысячи детей поднять за 48 лет. Без помощи государства, повторяю. Давайте каждый делать. Деревню восстановим каждый. И всё будет по-другому. В стране за перестройку прошло 120 миллионов абортов. Вдумайтесь в эту цифру. Шли в это одно из гнуснейших мест в интернете. В этот Содом. Сказать о том, что ждёт их за это. И рассказать о великой радости, которую явил Господь Бог нам. Отдав Сына Своего Иисуса Христа на казнь, на распятие. За наши грехи. И Он воскрес в третий день. И призывает всех к покаянию. Кто будет веровать и креститься, спасён будет. Кто не будет веровать, осуждён будет. Одни пойдут в рай, другие в ад. И это всё решаем мы сегодня. Что будет после смерти? Там по-другому будет. И то, что сегодня человек матерится, пьёт, там ничего этого не будет. Он будет только трепетать. Он будет огонь видеть дьявола страшного, демонов. А праведник видит ангелов и Христа. И это не выдумка. В христианстве сегодня 2 миллиарда 200 миллионов, которые считают. И вот эти люди, 2 миллиарда почти. И столько же китайцев там этих, индусов, неверующих всего 8,5%. Но на них падает 99,9% всех преступлений мира. Бога нет. Это жалко. Всё может быть. Делай, что хочешь. А когда Бог есть, тогда ты знаешь, за добрые дела награда, за плохие тебе наказания. И кроме того, Бог помогает в добре. Вспомоществующая благодать Божия. Вот тут и думай. Я думаю, жалко, что атеистов всего лишь 8%. А наши надо узнать сначала, на каком основании дела. Мы верующие православные христиане. Мы пришли сюда возвестить, что ждёт людей за отвержение. Дядь, да, посмотри, да. Ну, я вижу крестик. Вы его не в церкви покупали? Как не в церкви? А где? А я не знаю, как-то не такой необычный. А покажите, какой обычный? Ну, какой, какой обычный? Что, никогда не видели его? Первый раз вижу. Ухлеб, вору, в лаву. Вам видно, нет? Конечно, видно. Ну, вот такой. Ну, может быть, я не рассмотрел. Дело... Да, дядь, посмотри. Это православный, дядь. Ну, хорошо. О, православный вижу, да. Конечно. Мы пришли рассказать о Христе, самой радостной вести, что Иисус умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. По благодати, не по закону. Вот, если вы желаете что-то больше узнать, можете задавать вопросы. Расскажите. У нас большие ресурсы в интернете. Вот у меня видеоканал, самый большой в интернете. Как называется? Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Вас Игнатий зовут? Да, Игнатий Лапкин. Все, сейчас зайду. На Ютубе? На Ютубе называется Во свете Библии. 20 тысяч... 20 тысяч 430 роликов. О, все, сейчас захожу я, давай. Так, ну и... Субтитры сделал DimaTorzok